Доброе утро! Есть мнение о том, что отказавший всего от половины ядерного вооружения, мир мог бы стать намного более свободным, более защищенным, и в том числе это касается и экологии. А экология, как мы знаем, касается всех сфер жизнедеятельности человека. Об этом мы обязательно поговорим сегодня в нашей программе. А хотелось бы вам сказать, что сегодня есть повод дополнительной улыбки для Айан и Александров. Обязательно поздравьте их сегодня с именинами, подарите им минуточку счастья и улыбайтесь сами. Традиционно узнаем о погоде. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 6 часов утра в центральных улусах плюс 8, плюс 10 градусов. Днем потепление до 17. В Заречье плюс 9, плюс 13. Днем до 17 градусов. Южные улусы плюс 9, плюс 10 градусов утром и днем плюс 15, плюс 17 градусов. В Вилюйские улусы плюс 11, плюс 13, плюс 17, плюс 20 днем. Нижнеленские улусы плюс 10, плюс 13. Днем потепление до 19 градусов. Западные улусы плюс 6, плюс 12 градусов в 6 часов утра и днем плюс 18, плюс 21 градус. Группа колыма-индигирских улусов минус 1, плюс 9 в 6 часов утра. Днем плюс 3, плюс 10. Янские улусы минус 1, плюс 4. Днем плюс 3, плюс 14. Северо-западные улусы плюс 7, плюс 10. Днем плюс 8, плюс 16. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха плюс 10 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров лодного столба. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Днем ожидается плюс 16, плюс 18 градусов. Временами дождь. Погода у нас в Якутии меняется каждый час. Поэтому, наверное, якутяне всегда готовы ко всему. Утром солнце, днем дождь, вечером снова солнечно. А чего не изменить, так это традиционного выпуска утренних новостей. Узнаем первыми. Здравствуйте. В эфире новости в студии Юлия Великодная. Маркировку потребительских товаров в единой системе обсудили в Якутске на заседании Межведомственной комиссии по развитию потребительского рынка. Местные производители завозят сырье на вторую упаковку один раз в год. Поэтому при вывозе продукции на российский рынок производители сталкиваются с проблемами сертификации. Заместитель председателя правительства дал поручение до следующего заседания разработать шаги по изменению системы маркировки. Также на заседании озвучили статистику пересечения нелегальной алкогольной продукции. Наблюдается рост административных правонарушений. За шесть месяцев изъяли 160 тысяч алкогольной продукции и отметили, что недавно было задержано 6,5 контейнеров контрафакта, которые готовили для поставки в северные районы. Конечно, такие вещи, мы уже много раз об этом говорили и говорим, что это, во-первых, угроза здоровью, иногда жизни. К сожалению, такие случаи с очень известными людьми случаются, поэтому здесь надо обращать самое пристальное внимание. Ну и, конечно, это контроль в целом рынка. Контрафактная продукция – это, в общем-то, такое для экономики достаточно болезненное, вредное, болезненное явление. Поэтому здесь, я думаю, у коллег работа будет наращиваться. Подготовка к зимнему периоду в Вилюйском улусе началась в июне, сразу после отопительного сезона. Работу проводили сотрудники Вилюйского филиала ГУБ ЖКХ. В этом году, помимо подготовки котельных и теплотрасс, подведена труба со скважины к котельным и построен гараж для организации. Также проведены работы по подключению частного сектора к центральным котельным, заменено полтора километра теплотрассы. Все объекты Вилюйского филиала ГУБ ЖКХ к отопительному сезону готовы. 7 сентября по плану произведут запуск котельных по всему улусу. На сегодняшний день в Вилюйском районе ремонтные работы по Вилюйскому филиалу ГУБ ЖКХ уже практически завершены. То есть все котельные, все тепловые сети к отопительному сезону готовы. Помимо ремонтных работ остаются у нас строительные работы. Мы своими силами строим гараж, строим водопроводные сети к котельным подводям, именно централизованные с водозабора. Эта программа позволит нам уйти от подвозной воды, что в конечном итоге приведет, конечно, к уменьшению тарифов на ЖКХ. В селе МГА бетонируют дороги улиц Комсомольская и Матросова. Бригада начала работу 20 августа и планирует завершить в конце сентября. Дорожные рабочие укладывают подушки, затем заливают дорожное полотно бетоном. Индивидуальный предприниматель Николай Алексеев несколько лет занимается производством шлакоблочной продукции и имеет собственный бетонорастворимый узел. Заливаем дорожное полотно, бетонируем. Улица Матросова 800 метров. На данный момент ложим подушку под бетон, чтобы меньше просадки было. На объекте работает 6 человек. В планах у нас улица Комсомольская 860 метров. На этот год до морозов нужно успеть все сделать. Новый театральный сезон стартует в Русском драматическом театре имени Александра Пушкина. В это воскресенье, 1 сентября, зрители ожидают полюбившийся многим спектакль «Барышня-крестьянка». А с 6 сентября на сцене представят «Отчи черные», «Капитанскую дочку» и комедию «Тетки». Все эти спектакли, а также «Два берега, одной победы» и «Беспаники сеньоры» и «Два детских бременские музыканты» и «Приключения Буратино» войдут в программу гастролей, которые пройдут в Магадане с 18 сентября по 2 октября. Выезжает фактически вся труппа. Ну, очень приятно, конечно, когда есть возможность выехать с составом больше 50 человек. Последнее время у нас, слава богу, это получается. И это, конечно же, для коллектива, театра для актеров. Это огромный стимул, конечно же, какой-то такой вот прилив энергии, да, какая-то затравка на задел на будущее. И очень хорошо то, что эта возможность у нас есть в начале театрального сезона. Оставайтесь с нами, до встречи в эфире. Большое спасибо нашим коллегам из новостной группы. А я хочу напомнить вам, что вы также можете отправлять сообщения, пожелания свои, и поздравления на наш номер в WhatsApp, который вы видите сейчас на экране. Мы продолжаем говорить сегодня о нашем здоровье, в том числе о здравоохранении. Хотелось бы сказать, что цифровая электроника и вообще все, что связано с цифровизацией, прикасаемся сейчас каждый день мы к этому. Оно вот просто входит в нашу жизнь семимильными шагами. Сегодня мы поговорим о том, какие новые виды электронных услуг можем использовать в здравоохранении. В сегодняшний день развитие системы здравоохранения идет в ногу с современными информационными технологиями. Длинные очереди у окошка регистратуры постепенно уходят в прошлое, потому что сейчас возможно электронная запись к врачу через региональный портал или мобильное приложение. Порядка 300 тысяч у нас записей на прием к врачу было реализовано в 2018 году. А за 7 месяцев текущего года уже 290 тысяч записей произведено нашим населением через интернет. Также я хочу вам рассказать о том, что в рамках той же программы модернизации здравоохранения была внедрена медицинская информационная система во всех медицинских учреждениях республики. Благодаря этому у нас сейчас функционирует единая база данных пациентов. Там накоплена вся информация о посещениях врачей в поликлиниках, о стационарном лечении пациентов. И благодаря этому сервису каждый пациент, гражданин, может зайти в свой личный кабинет на нашем портале er14.ru, также на портале госуслуг в личном кабинете пациента «Мое здоровье» и посмотреть историю своих посещений врачей. Также в последнее время функционирует сервис специализированной медицинской помощи. Благодаря этому порталу пациенты из районных больниц записываются предварительно в республиканские медицинские организации. Это очень удобно для наших пациентов в том плане, что пациент записывается к врачу, желаемый и удобный для пациента времени. Запись проводится плановая. Это очень удобно для районных и отдаленно проживающих арктических и северных улосов. С 2017 года в республике реализована система телемедицинских консультаций. Таким образом пациенты получают медицинские консультации в режиме реального времени. «Первое посещение врача согласно федеральному закону должно происходить в очном порядке. То есть врач должен принимать пациента очно. Вторую и последующую консультацию врач может реализовать посредством телемедицинских технологий». С 2017 года реализован пилотный проект с Федеральным фондом социального страхования. Это проект по внедрению электронных лесков нетрудоспособности. На сегодняшний день в республике их выписано около 100 тысяч. Наталья Колесова, Арсен Степанов. Новый день. Сегодня у нас в властях Владислав Филигура, заместитель руководителя департамента по водным отношениям и эко-просвещению Минэкологии Республики. Доброе утро, Владислав. Доброе утро. Владислав, расскажите нам, пожалуйста, о марафоне, о экологическом марафоне, который в ближайшее время должен пройти на территории Дальнего Востока. Если я расскажу про экологический марафон, то со 2 по 8 сентября на территории 10 субъектов Дальнего Востока состоится экологический марафон, который называется «Чистые берега Дальнего Востока». Данный марафон проводится в рамках федеральной целевой программы «Вода. Россия». Наша республика уже с 2014 года активно участвует в данном марафоне, вообще в данной акции. И хочется отметить, что благодаря массовому участию якутян, республика Саха-Якутия уже не первый год занимает лидирующие позиции по самому массовому участию. Вот если взять для сравнения, вот в 2017 году в год экологии нас было участников 115 тысяч, а в прошлом году уже 117. Получается, уже за последнего года мы стабильно повышаем количество участников. Но это, конечно, очень сильно радует. И хотелось бы, чтобы в этом году со 2 по 8 сентября наши земляки, якутяне, тоже активно включились в эту акцию. Но сама суть акции, конечно, говорит сама за себя. «Чистые берега Дальнего Востока». Это значит, что необходимо выйти на территории прибрежных водных объектов и принять участие в уборке береговой линии. Ну, это могут быть озера, это могут быть реки, ручьи. Ну, это уже, конечно, как сам выберет. Ну, сама акция по себе очень такая вот прям хорошая за экологию, да, за сохранение берег, чистоты. А вопрос такой, да, наверное, сейчас наши телезрители, ну, действительно захотели проявить какую-то инициативу, занять какую-то гражданскую позицию и поучаствовать в этой акции. Как это можно сделать? Как я, как гражданин, могу принять участие в акции на благо сохранения экологии своей республики? Ну, для этого необходимо, конечно, обратиться в администрацию муниципальных образований или в наши территориальные подразделения, это комитет инспекции государственного экологического надзора, который есть в каждом, в каждом улучши республики. Обречаясь к ним, вы можете уточнить дату, время проведения, ну, и место проведения. А также вы, конечно, можете, наоборот, сами инициировать и сказать, что мы хотим выйти там каким-то коллективом, может быть, да, на какое-то место, ну, и чтобы администрации вам в данном случае как-то поспособствовали, ну, по вывозу мусора и так далее, вот в этом плане. Я со своей стороны призываю всех якутян не оставаться равнодушными к этой проблеме и обязательно принять участие в этом марафоне. Мне кажется, что любой трудовой коллектив, да, любая компания может поучаствовать вот в такой акции и обратиться даже в округ, да, почему нет? Если мы хотим напрямую обратиться вот в ваше министерство, где вас искать? Так, ну, министерство находится по адресу Дежирского, 3, друг 1. В два агентства, наверное, многие уже пользуются данным приложением. Вы можете найти наши контакты или в Якутский комитет государственного экологического надзора, ну, это в городе Якутске. А так, как я уже сказал, в каждом районе у нас есть свои территориальные подразделения тоже, которые могут вам в этом помочь. Это очень замечательно, что с веком цифровизации у нас есть возможность быстро и легко и доступно, да, присоединяться к таким большим хорошим акциям. У меня еще есть к вам вопрос. Вот, хорошо, акция, она пройдет вот в определенное там время, да, в какое-то... А мы можем дать какие-то со своей стороны рекомендации якутянам, ну, и вообще всем жителям, наверное, да, планеты Земля, о том, как стоит... Что нужно делать для того, чтобы заботиться об экологии? Так, ну, наверное, самые такие, ну, если это касается воды, да, конечно, это не мусорить на берегах водоемов, это не мыть свои автомобили, пользоваться уже какими-то специализированными услугами, не сливать всякого вида отхода в водные объекты. Вот это, наверное, основные такие. Да, да, есть. Это очень здорово. А подскажите, пожалуйста, вы сотрудничаете, может быть, со школами, у вас есть какие-то, вот я знаю, что у вас название, да, такое, эко-просвещение. Это говорит о том, что вы, кроме того, что сами боретесь за сохранение, да, вы еще обучаете будущее поколение тому, и даже нынешнее поколение тому, как правильно вот обращаться с природой. Да, конечно, мы совместно с Министерством образования, с управлением образования в каждом районе наши территориальные подразделения, опять же, ходят по школам, проводят экологические уроки, лекции, всякие акции, и, ну, уже как бы не первый год мы эту работу проводим, поэтому я сказал, что у нас сейчас налажена система непрерывного экологического образования, а вот такие акции, как «Вода Россия», «Чистые берега», это уже нацелено больше на взрослое население, для повышения именно экологической культуры, чтобы, ну, привлечь больше внимания к вопросам экологии. Мы с вами сказали о том, что каждый человек может поучаствовать, занять гражданскую позицию, да, о том, что для того, чтобы поучаствовать, следует обратиться в округ, можно обратиться лично, можно обратиться коллективно. О том, что эта акция, она проходит ежегодно, и что это часть большой программы, да, российской, а вот такой вопрос, статистика по России, относительно России и якутяне, они какое, вот, долю, ну, долю процентная? Ну, как я уже до этого ранее сказал, мы находимся в лидерах, там, потому что высчитывают из процента проживающих на территории и количество участников. Вот если вот нас, получается, 960 тысяч, да, и 117 тысяч в прошлом году приняло участие, это большой показатель, поэтому мы в прошлом году являемся, как бы, лидерами. Это очень хорошая и очень замечательная новость, я считаю, что наши якутяне не остаются равнодушными к сохранению своих берегов, да, и замечательно, что такая работа проводится, и что вы прививаете это не только эту культуру детям, но и взрослому населению. Я вас благодарю за такую замечательную беседу, спасибо вам за хорошие новости, будем ждать от вас итогов проведения этого марафона, и надеемся, что цифры в этом году станут еще выше. Мы тоже на это надеемся. Спасибо вам за беседу. А мы в продолжение нашей беседы об экологии и здравоохранении будем говорить сейчас о том, что прививать хорошие привычки детям – это самое главное для нас, для мам и для взрослого поколения. Родителям важно знать, что приучение горшка к ребенку – это довольно длительный процесс на самом деле. Ребенка вы можете как посадить в раннем возрасте, вот как он сел, да, с 10 месяцев, но там будет эффективность небольшая, потому что в этом возрасте ребенок мочеспускание не контролирует. Дети сами произвольно начинают идти на горшок от полутора до двух с половиной, до трех лет. Поэтому, чтобы ребенка посадить на горшок, надо будет терпение сначала же, и, конечно, это месяцами может продолжаться. Если ребенок заболел, если он себя плохо чувствует, то совершенно в этом периоде не надо давать ему горшок, если он не хочет, да, если он отказывается силой, не надо его сажать, потому что это воспринимается как агрессия ребенком, да. Эффективнее будет давать ребенку горшок вначале поизучать. Необходимо поставить на вид на месте, где он обычно ходит, это может быть там игровая комната, да, в гостиной, где ребенок много времени проводит. Не обязательно, чтобы ребенок ходил в туалет или в ванную, потому что у него с этой комнатой могут связаться какие-то другие страхи детские, да. Сначала в игровом варианте можно показать, как ходит на горшок, и таким образом ребенок потихоньку приучается, и ему будет уже даже ходить в радость. Чистить зубы можно прививать уже тоже с раннего возраста, это вот где-то с полутора лет, с двух, с двух с половиной, да. Но для этого надо вначале ребенку, ребенка научить полоскать рот, то есть просто водой. Когда вот только вышли первые зубики, это примерно вот в пятом-шестом месяце, да, ребеночка, можно марлю немножко намочить и почистить уже зубки. И это делать, процедуру делать каждый день. Тогда ребенок уже начинает понимать, что у меня чисто во рту, хотя он причинно-следственной связи пока не делает в этом возрасте, но ему будет приятно. А потом уже потихоньку даем зубную щетку без пасты и показываем, как мы сами чистим. Вот, и ребенок, что хочет всегда стать взрослее, в два года, к трём годам уже, да, и выглядело вот как мама, как папа, давай чистим зубы. Обязательно надо помнить, что надо хвалить ребенка, то есть он сделал, да, вот приятно, почистил зубы как мог, вы его сразу хвалите, одобряете, вот молодец. Но это одобрение никак не должно вот подкрепляться конфетами, там, сладостями. Желаю родителям любви, желаю, чтобы они уважали выбор своего ребенка и, конечно же, всем терпения. А мы продолжаем наш новый день и хотелось бы сейчас затронуть самую актуальную тему конца августа. И, конечно, это то самое блюдо, тот самый овощ, без которого не обходится ни одна якутская семья. Всю осень, всю зиму, всю весну и даже все лето не перестает быть актуальным вопрос картошки. Смотрим наш следующий сюжет. Родина картофеля – Южная Америка, где до сих пор можно встретить дикорастущий картофель. Введение картофеля в культуру было начато примерно 9-7 тысяч лет тому назад. В то время индейцы не только употребляли картофель в пищу, но и поклонялись ему, считая одушевленным существом. Первая картошка попала в Россию и Западную Европу еще в 17 веке по инициативе царя Петра I. Уже в 1736 году новый овощ выращивали на аптекарском огороде в Петербурге и подавали на придворных банкетах, как экзотическое блюдо. 19 января 1765 года по инициативе медицинской коллегии для предотвращения голода вследствие недорода хлебов был издан указ Сената – сажать картофель на российских огородах. Однако на протяжении всего 17 века массового распространения в России картофель так и не получил. Помимо культурно-религиозных причин, довольно частые случаи отравления плодами чертова яблока также приводили к тому, что в массе своей крестьянской населения России новый овощ долго не принимало. 26 августа 1770 году в трудах Вольного экономического общества появилась первая научная статья на тему картофеля «Перемечание о картофеле». Впервые название «Картофель» вёл в русскую речь учёный-агроном Андрей Тимофеевич Болотов, который первым в России приступил к выращиванию культуры на огороде, а не на клумбах, положив тем самым начало массовому распространению на Руси. В 1840 году правительство предприняло меры по внедрению культуры выращивания картофеля, что встретило сильное сопротивление крестьян, поскольку у них отбирали под картофель лучшую землю, подвергали наказанием за неисполнение предписаний властей. В ответ на принудительное введение посевов картофеля по стране прокатились картофельные бунты. Тем не менее, благодаря вкусу, урожайности и сытости, картошка получила признание во многих губерниях Центральной России, на Украине, Белоруссии, в Прибалтике. Производство картофеля из года в год росло, а назначение и использование становилось более широким и разнообразным. Не зря сегодня нередко картофель называют вторым хлебом. Я благодарю вас за время, проведенное с нами. Желаю вам хорошего плодотворного дня. Улыбайтесь, дарите улыбки, наслаждайтесь последними дневниками лета и встретимся с вами завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!